Здравствуйте! На канале Десна ТВ новости. С вами Элина Нурматова. Сегодня отмечается Международный день клуба веселых и находчивых. Такое событие впервые отметили 17 лет назад. Идея создания праздника принадлежит Александру Маслякову. Мало кому известно, что прообразом КВН стала передача под названием «Вечер веселых вопросов». Ее вел журналист Сергей Муратов. А что нового и интересного в Десногорске узнаете прямо сейчас. Сегодня в выпуске смотрите. Список солдат, захороненных в этой братской могиле, пополнится новыми именами. Обрели покой. В Калужской области захоронили останки красноармейцев. На территории нашего города проходит профилактическое мероприятие «Пешеход», которое направлено на снижение травматизма в результате ДТП. Сотрудники ГИБДД следят за безопасностью пешеходов. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 84 сообщений о происшествии. Обзор криминальных происшествий за неделю. Шутки про пожарных. Десногорские школьники сыграли в КВН. А теперь об этих и других новостях подробнее. Смоленск отметил 101-ю годовщину Октябрьской революции демонстрации. 7 ноября колонна демонстрантов прошла от памятника Николаю Крыленко до монумента Владимиру Ленину на центральной площади Смоленска. Движение перекрыли по нескольким улицам на полтора часа. Торжественное шествие закончилось митингом у памятника вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. Весь сентябрь поисковый отряд «За Родину» вел раскопки на территории Калужской области. Бои, гремевшие здесь, называют Кировской наступательной операцией 10-й армии, а простые люди – мясорубкой. Последствиями этих кровополитных сражений стали тысячи погибших солдат. 15 из них удалось обнаружить в ходе последней поисковой экспедиции. Останки найденных солдат предали земле 2 ноября на мемориале в селе Закрутое. В торжественной церемонии захоронения приняли участие местные жители, поисковики, духовенство и представители администрации. «Благодаря усилиям и стараниям поискового отряда, который работал на территории нашего сельского поселения, список солдат, захороненных в этой братской могиле, пополнится новыми именами». В 1943 году красноармейцы совершили прорыв фронта от деревни Малый Приют до бывшей деревни Крайчики. Сейчас на этом месте находится село Закрутое. В трёх километрах от него обнаружены останки 15 солдат. Среди них поисковикам удалось найти смертный медальон и восстановить имя одного из бойцов. Его звали Зуфар Гараев. В 20-летнем возрасте он уехал на фронт и не вернулся. На перезахоронение из Казани приехал племянник погибшего солдата. Родственнику Фанису Гайнудинову передали книгу о Десногорске, документы о проведённой экспертизе, вкладыш медальона, личные вещи и мешочек с землёй с места гибели воина. Останки солдата будут погребены на родине в Татарстане. Остальных красноармейцев предали земле по христианскому обычаю и с воинскими почестями. Главной наградой для поисковиков остаются слова благодарности родственников солдат. Когда дядя уходил на войну, маме было всего два годика. Естественно, помню, что на руках он меня держал и такие слова говорил, что вот моя младшая сестрёночка, я вернусь, ты расти, будь счастлива. Горд за то, что его нашли, горд за этих ребят, за поисковиков, которые действительно делают великое и нужное дело. Это захоронение последнее в этом сезоне вахты памяти. С наступлением холодов полевые работы прекратятся, но поисковики продолжат работу в архивах с документами погибших красноармейцев. В составе отряда взрослые и подростки от 14 до 18 лет. Независимо от возраста, ими движет огромное желание сохранить и увековечить память павших воинов. После захоронения проведенного, конечно, чувствуется, что дело начатое в сентябре мы довели до конца. После церемонии Фанис Гайнудинов вместе с поисковым отрядом за родину отправился в лес, где нашли останки его родственника. Здесь он выразил глубокое почтение своему родному дяде за проявленную отвагу и героизм. Памятник Матвею Платову открыли на Смоленщине. Платов известен в первую очередь как герой Отечественной войны 1812 года. Его казачьи войска прикрывали отступление Багратиона к Смоленску. Бюст Матвея Платова поставили на территорию Смоленского казачьего института в Вязьме. В будущем планируют привести в порядок территорию вокруг него и высадить аллею каштанов. Оказавшись под колесами автомобиля можно получить очень тяжелые травмы. Именно поэтому сотрудники ГИБДД тщательно контролируют безопасность пешеходов. Как Госавтоинспекция старается сократить число дорожных правонарушений смотрите в сюжете. Ежегодно в России под колесами автомобиля гибнут десятки тысяч людей. Сотрудники ГИБДД всячески пытаются сократить эту печальную статистику. В некоторых городах это успешно получается, например, в Десногорске. За прошедшие 10 месяцев в городе произошло лишь 4 ДТП с участием пешеходов. Общая внимательность водителей и пешеходов в комплексе с работой дорожной полиции позволяет сохранять жизни. Этому способствуют и различные профилактические мероприятия. Одно из них – это операция «Пешеход», которая проходит в городе с 5 по 11 ноября. «При переходе через проезжую часть дороги убедиться, что отсутствует транспорт средства, либо они вас пропускают. А к водителям при приближении к пешеходному переходу снизить скорость и убедиться, что на пешеходном переходе отсутствуют пешеходы». Во время профилактического мероприятия инспекторы будут следить за тем, чтобы все участники дорожного движения соблюдали рекомендации и правила. Особое внимание уделят таким нарушениям ПТД, как переход в неположенном месте и невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам. Сотрудники ГИБДД просят всех уважать друг друга и быть внимательнее. Подрезали крылья. Самолет, на котором АС пролетел под мостом через Днепр, запретили эксплуатировать. Смолянин, который совершил опасный маневр, еще в августе отштрафован только сейчас. Помимо него наказали и собственника воздушного судна. В Смоленске открыли еще один парк. Словийная роща ждет своих посетителей. Пока парк работает в тестовом режиме с 9 утра до 9 вечера. Вход свободен для всех желающих. Какие криминальные события произошли в Десногорске? Об этом расскажет старший инспектор ОМВД по городу Десногорск Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 84 сообщения о происшествиях. Из них 4 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 71 административное право нарушения. В том числе 63 нарушения правил дорожного движения. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 4 человека. В Индонезии на острове Калимантан обнаружили наскальные рисунки, которым более 40 тысяч лет. Это, возможно, самые ранние рисунки, которые когда-либо находили. На них изображены животные, похожие на коров. Также археологам удалось найти трафаретные изображения кистей рук. Их возраст варьируется от 40 до 52 тысяч лет. Звонкий смех и море улыбок. В Доме детского творчества прошла игра клуба веселых и находчивых на противопожарную тематику. В игре участвовали три команды, чьи выступления оказались самыми зрелищными. И кто удостоился первого места, выясняла наша съемочная группа. В минувшую среду школьники соревновались в специфическом пожарном юморе. Их оценивала профессиональная жюри. В его состав вошли специалисты комитета по образованию, представители Всероссийского добровольного пожарного общества и МЧС. Целью проведения данных игр является популяризация пожарного дела и через призму юмора взгляд на пожарную безопасность и профессию пожарных. Игра на территории Смоленской области проводится уже десятый год подряд. По условиям игры, ребятам было необходимо сразиться в трех конкурсах. В первом задании участникам необходимо было проявить креативность и придумать интересное приветствие. Следующий этап – конкурс театральных миниатюр. Дети обыгрывали забавные происшествия, связанные с пожарами. А завершающее задание было музыкальным. В нем прозвучали переделанные хиты. На протяжении двух часов команды радовали жюри и зрителей отборными шутками, песнями и танцами. По общему мнению всех участников игры, праздник удался. В КВН игре всегда желание есть. Это потому, что всегда эмоции, всегда какая-то улыбка, радость. Должен уметь ориентироваться при публике и не быть зажатым в обществе, а быть раскрытым. В этом действительно весело участвовать. Ты веселишься с людьми, с которыми ты играешь. При этом ты еще веселишься на сцене, даря морю эмоций зрителям, которые смотрят. Сергей Лунев поблагодарил ребят за доставленное ему удовольствие и пожелал дальнейших творческих успехов в финале игры. По результатам работы жюри третьей стала команда Дома детского творчества. Второе место у ребят из первой школы. Победителями стали ученики третьей школы. Ребята получили дипломы и памятные подарки. Рады, что мы смогли защитить и мы заняли первое место. Мы также надеемся, что с такой же отвагой мы сможем защитить имя нашей школы в Смоленске. Выигравшая команда поедет в Смоленск 19 ноября на финальный этап игры. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Советские женщины и Красная площадь. Битлз выпустили новый клип на старую песню «Назад в СССР». Выход ролика приурочили к 30-летию 9-го студийного альбома. В ролике также можно увидеть медведей и балерин, а еще запуск ракеты. А теперь коротко о погоде. 9 ноября в Десногорске будет пасмурно. Днем плюс 3, ночью плюс 1. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами была Элина Нурматова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин